Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 19 ноября. Блогер из Перми, Бессонов, Алексей Борисович, бывший следственный работник. Ну вот тема сегодняшнего поста, она вот такова. Вы знаете, ну очевидно, что каждый режим, который приходит к власти, он пишет определенную свою историческую концепцию, свою историческую парадигму, да, свой исторический миф определенный. Вот в этой связи меня всегда, ну я, кстати, я был, ну понимаете, это сегодня все умные говорят, что держали фигу в кармане, так сказать, что я был коммунистом, совершенно нормальным, я был воспитан в той системе ценностей, я был в КГБ служил, так сказать, и так далее. Естественно, что никакую фигу никогда я не держал, да, и естественно, что вместе со всей страной я узнавал многие вещи, мне говорят, аспекты, но мне всегда было интересно, знаете, вот, когда я еще был молод, как вот в стране, да, за 10 лет большевикам практически удалось заново переписать всю историю и, в общем-то, заставить православную, христианскую страну стать атеистической, если хотите стать, так сказать, богоборческой, совершенно другой алгоритм удалось придать развитию страны. Кстати, он был очень позитивный, и Сталин всего, так сказать, 10 лет создал 8 тысяч предприятий, были, была уникальная система управления, правовая система была очень гуманная, кстати, дилетанты могут говорить, что, так сказать, и теория объективной истины, теории доказательств в уголовном процессе, это очень сильная работа Ленина, и взято было у Ленина, так сказать, из его концепции, я не понимаю, почему это выкидывают, но, кстати, сегодня это не выкидывали, сегодня теория доказательств, это остается, кстати, немцы у нас взяли это много, и, так сказать, это достаточно сильно, то есть, ну, нельзя все мазать одной краской, черной или белой. Так вот, я хочу сказать, что ведь сегодня совершенно интересная, совершенно иная концепция пишется многих событий, и гражданской войны, и революции, и так далее, и когда ты смотришь, читаешь это, ты понимаешь, во-первых, насколько все было непросто, да, там не было красок черных и белых, то есть, это была очень сложная, трагическая страница истории, особенно гражданская война, вот здесь официально, я вот разбирался, официальная версия, вот в Академиях я сдавал вот эти все боевые операции, штурм перекопа, перекопа какая-то, перекопка чернобромская какая-то операция в 20-м году, когда Фрунзе штурмал перекоп, и я помню эти цифры, там у белых было 213 орудий, там у большевиков, у южного фронта, у армии Фрунзе было, там, 700 с чем-то, у них было, у Фрунзе было трехкратное преимущество, 140 тысяч человек, у белых было, по-моему, там, в три раза, ну, где-то примерно тысяч 60 или 40 в обороне, это я к чему хочу сказать, а сегодня пишут совершенно другое, сегодня пишут, что у белых было 26 орудий при обороне перекопа, да, то есть, к сожалению, мифизация была и в том, на том этапе, так сказать, создание исторического мифа, определенной исторической науки и так далее, что, а перекопа, это была крупнейшая операция, штурм перекопа 20-го года, крупнейшая операция в Гражданской войне, и вообще история Гражданской войны очень интересна, в том плане, что она вся переписана, и режим, который, так сказать, многие вещи там перебрал, никакой эффективной помощи со стороны Антанты не было, все это совершенно ерунда была, Антанта как раз помогала большевикам, говорят об этом, историки, Петербургской исторической академии, Духовной академии убедительно показывают об этом, что практически помощь была, был процесс стравливания двух сил, для того, чтобы война продолжалась, ну, это понятно, любая страна делает, заинтересованным, чтобы была осмотр внутри государства, и так далее, и поэтому ситуация очень сложная, очень сложная, непростая, нет готовых рецептов, готовых проблем, но я вам хочу сказать, что то, что делал Ельцин, это тоже была катастрофа, это была революция справа, там слева была Ленина, Троцкого, а это была Гайдара, Чубайса, Ельцина, была революция справа, если там прокачали марксизм, да, и за 10 лет сделали совершенно другую страну, и так далее, то тут прокачали идеи либеральные, кенсианство, фридбанная идея, либеральные и кенсианство, или через запятую, так сказать, ну, кенси там немножко по-другому трактовал либеральные идеи, он вводил элементы регулирования в рыночную экономику, это и была его идея, но тем не менее, не анонсировал рыночность, и так далее, и практически за 10 лет тоже сделали страну совершенно другой, это я к тому, что прокачать можно еще что угодно, любую концепцию, любую теорию, и так далее, но тем не менее, я хочу сказать, что экономика была уничтожена за годы реформ Ельцина, 75 тысяч предприятий, то есть, что можно называть цифру, и грядущая катастрофа, на мой взгляд, она, конечно, колоссальна и парадоксальна, поэтому, поэтому, вот еще раз я хочу сказать, что вот мы все равно вынуждены жить в тех или иных определенных исторических мифах, да, Дуразамы, например, сейчас вспоминается вот трагедия Нерона, да, оказывается, что Нерон не был не сумасшедшим совершенно, не он сжигал Рим, и, так сказать, потом он воевал с сенатом, он воевал с знатью римской, они его ненавидели, поэтому придумали всю, так сказать, легенду, так сказать, того, что он сжег Рим и так далее, на самом деле все сложнее было, поэтому я хочу сказать, что, ну, к сожалению, вот эти мифы, они возникают в определенный исторический период, и приходится с ними жить, в них существовать, и правовая система, она тоже призвана, так сказать, обеспечивать тот или иной миф, да, но когда Ельцин пришел, и его команда, они либеральные концепции, правовые концепции вправе прокачали, и, так сказать, приняли либеральную конституцию, и конституцию прав и свобод подали, как нечто новое, так сказать, шаг вперед, так же, как большевики, да, марксизм, дали конституцию с 18-го года, которая, кстати, там, ограничивала в правах все имущественные классы и так далее. То есть это вот тоже такая историческая века, такой катаклизм в истории, его нужно было пережить тяжело, трудно, но вот это так, так и происходит, и не факт, что, так сказать, это последний катаклизм, как китайцы говорят, с французской великой революции прошло 200 с лишним лет, еще пока рано, какие 200, 3789, 300 лет, да, 300 лет еще рано, так сказать, судить о том, 200 с лишним, о том, что она себя представляла, плюс или минус, это маленький срок, так и здесь. История России знала столько смут, столько катастроф, ну, хотя и как любое государство, да, не только игорь татарский, а практически гражданские войны, там, с 15-го века, московское, московское княжество, становление тоже все, что, через смуты, через страдания и так далее, и находить какие-то, какой-то закономерный алгоритм развития в этих смутах очень сложно. Смута 17-го века знаменитая, почему-то берут, да, на самом деле же были гораздо более сложные времена, вот как раз становление московского княжества, да, 15-й век, 16-й век, бесконечность войны, бесконечные войны, из-за голоса этих войн до Грозного дошло, когда он воевал Новгород великий и так далее. Это тоже были великие смуты, великие смуты, и, так сказать, в общем-то, внутренняя пятая колонна, внутренняя гражданская война, в той или иной степени она была всегда, а что делали с расколом русских, с старообрядцами русскими, фактически, их загоняли, так сказать, гоняли, преследовали, не только при Никоне, да, ну и про Петре, и при Екатерине, только при Николае, последний второй принял указ о веротерапимости, и старообрядцы, капитал старообрядский расцвел, половина капитала российского был старообрядский капитал, они строили публические дома, публические библиотеки, ну, вы знаете, дома общественным пользователям, больницы во всех городах они строили. Поэтому я хочу сказать, что на самом деле все очень непросто, все очень непросто, и вот этот смоток, который мы пережили, очередная гражданская война, и, так сказать, вот эта власть, которую сегодня взял Путин, ну, надолго посмотрим, но она, как она будет выстроиться в отношениях с обществом, и так далее, какие мифы она будет сочинять, посмотрим. Ну, вот такая страна, такая история. Спасибо, Ваш Бессонов Алексей Борисович.